Не товар, а сущий клад. Разбирайте на расхват. При слове ярмарка всегда представляется что-то веселое. Большой базар, разношерстная толпа, интересные товары. Даже если в стране закончится нефть и газ, люди все равно будут торговать продуктами, потому что это является ежедневной необходимостью. В условиях роста цен на товары и продукты питания ярмарки становятся все более востребованными. Это один из реальных способов сбить цены. Мне очень удобно, чем ехать на рынок вот куда-то далеко, оттуда полные сумки на себе тащить. Здесь вышел около дома, поблизости идешь откуда-то, по пути все отоварился и домой. Сегодня в реестре Самары значится 16 ярмарок. Девять из них универсальные, одна для непродовольственных товаров и шесть муниципальных сельскохозяйственных ярмарок. Работу по их организации ежегодно проводит Департамент потребительского рынка и услуг администрации города совместно с Министерством экономического развития, инвестиций и торговли правительства Самарской области. Департаментом потребительского рынка и услуг принимаются заявления от сторонних организаций на организацию ярмарок с приложением пакета документов. В приложении документов обязательно должны быть правоустанавливающие документы на земельный участок, на пределах которых предполагается организовать ярмарку, а также учредительные документы, план и схема размещения предполагаемой ярмарки. Сформированные пакеты направляются в Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области для рассмотрения и внесения в реестр ярмарок. Главная сезонная сельскохозяйственная ярмарка в Самаре располагается на площади Куйбышева. Городские власти нацелены на то, чтобы здесь была представлена в первую очередь продукция сельхозпроизводителей нашего региона. Для этого регулярно ведутся переговоры с администрациями муниципальных районов Самарской области, которые ориентируют местные предприятия, фермеров на участие в ярмарках. В прошлом году здесь было реализовано 917 тонн овощей, фруктов, 316 тонн подсолнечного масла, 161 тонна мяса и полуфабрикатов, по 50 тонн рыбы и молочной продукции. В общем, более-менее выгодного здесь, потому что район такой хороший. Ну и нам также благодарим, конечно, все. А часто бываете на этом? Я ее начинал 15 лет назад с отцом. Вот здесь вот в углу стояли. С каждым годом, знаете, мне кажется, что лучше и лучше. С прошлого года география сезонных ярмарок значительно расширилась. К уже известным адресам добавились новые в пяти районах города. Куйбышевском, Красногленском, Промышленном, Кировском и Ленинском. По всем адресам также можно приобрести самые разные продукты недорого. И это не могло не вызвать одобрение горожан. Такие ярмарки, конечно, полезны. Во-первых, здесь и продукция представлена в достаточно широком объеме. И цены, как правило, на 10-20 процентов ниже от родинских цен, сложившихся на рынках. Ну и потом, чем больше таких ярмарок будет у нас по городу, тем будет просто удобнее и жителям города. Сами знаете, у нас много очень пенсионеров, по-прежнему привыкают на зиму, как говорится, заготовки делать. Не всем удобно ездить на площадь Куйбышева. Все-таки некоторым людям это далековато. А вот и в таких районах, когда располагаются ярмарки, людям удобно, ну, достаточно близко к месту жительства их находится. Все обязанности по содержанию и уборке территории ярмарок возложены на департамент потребительского рынка Самары. Это, а также покупательский интерес и большая проходимость привлекают к торговым ярмаркам все больше продавцов. В Самару съезжаются уже не только из близлежащих районов. Участники уже, видите, на протяжении пяти лет эта ярмарка организовывается. В основном, как бы, здесь производители Самарской области и соседних областей присутствуют. И Оренбург, и Саратов, по-моему, присутствуют. Ульяновская область. Все соседние области здесь, как бы, присутствуют. Здесь она, цена, как бы, место бесплатно является, только за санитарное содержание взимается плата. Подходите, берите мед вкусный, ароматный, сафлоровый, цветочный, луговой. Очень полезный. Праздники в России славятся щедрым застольем. По данным Росстата, только на новогодний стол среднестатистическая семья в прошлом году потратила 8 тысяч рублей. Самарцы смогли на праздничных приготовлениях значительно сэкономить. К Новому году, Дню защитника Отечества и к 8 марта в городе открылись специальные ярмарки. Они были организованы департаментом потребительского рынка по поручению губернатора области. Свинина и говядина значительно дешевле. Свинину можно даже за 180 купить. Вся, не сортовая. А говядина и 250 есть. Я купила 3 килограмма яблок. Вот теперь буду витаминами питаться. И пойду еще мед куплю. Очень удобная форма торговли. Очень удобная. По статистике, цены на основные продукты питания на ярмарках выходного дня на 5-30% ниже, чем на рынках и в торговых точках. К тому же социологи считают, что лучшая еда – это та, что выросла на земле, где вы родились и живете. Поэтому запасы овощей на зиму бережливые горожане привыкли делать именно на ярмарке. Центральная ярмарка на площади Куйбышева откроется в этом году 12 августа и продлится до 30 октября текущего года. В этом году принято решение продавать продовольственные товары на центральные ярмарки на площади Куйбышева не только из палаток, но еще с автомобилей. Жители города могут приобрести продовольственный товар на ярмарках по ценам, как показывает практика, на 20-30% ниже, чем в розничной сети. Реестр самарских ярмарок любой желающий может посмотреть на сайте Министерства экономического развития, инвестиций и торговли. Нужно открыть вкладку «База данных», «Реестр ярмарок». Уточнить адреса и время работы можно также по телефону Департамента потребительского рынка и услуг администрации города.